Приливы есть во всех делах людских, и те кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Может мне витамины С попить? А-а-а! Не знаю почему. 19 июня день иллариона назван честь преподобного отца иллариона нового в юности был хорошо обучен священному писанию когда исполнилось 20 лет оставил мать и отца дом и богатство и сделался монахом учеником святого григория декаполита пребывал послушание молчание великом смирении очистив и просветив свою душу как солнце он получил от бога власть над нечистыми духами так что мог изгонять их самоотверженно боролся с иконоборчеством старину с этого дня начинали прополку полей и огорода от сорной травы пришел илларион лишнюю траву из поля вон существовало поверье если сегодня сорняки не вырвать то не постоянно будет расти сорную траву рекомендовали выпалывать только во время убывающей луны на растущую полную луну это не делали по причине того что луна давала растениям рост приметы дует восточный ветер лето будет дождливым если долго гремит гром и переходит с места на место ненастья затянулась надолго и будет холодно и дождливо активируется а скажите каким признакам люди могут понять что у них мало витамина с удивительные диалоги и они реально из жизни разговариваю с приятельницей может мне витамина с попить ну да 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 может быть я куплю какие-то хорошие поливитамины и вот буду значит к лету готовиться и магний и калий и чего вы все их перечисляете вы сами-то что хотите я понимаю что люди стремятся но у них мало базы они плохо понимают почему они хотят тот или иной витамин есть ли признаки по которым стоит понять я о своих призналась стали возникать снеги все понятно клюква вишня смородина вперед а вот признаки кому надо попить витамина c первое это наступает вот мы начнем с первых признаков и более легких и закончим более тяжелых первое это частые простудные заболевания нету сил бороться окажется витамин c дает такие могучие силы бороться с этим да далее это упадок сил общий общий апатия далее у нас идет интересно это когда мы чистим зубы кровоточивость десен возникает если мы на все это смотрим спустя рукава далее у нас начинает шататься зубы и возникает так называемое явление цинга это уже крайне проявлено простуды да поэтому если хотите чтобы у вас зубки были целыми не шатались здесь чтобы не было простуд чтобы была высокая работоспособность и хороший иммунитет надо обязательно использовать в своем питании такие продукты которые содержат витамин c естественные дело в том что и существует огромное заблуждение между вот искусственными и естественными я уже сказал что где-то разница колоссальная где-то раз два здесь у нас усвоение наш организм привык получать вот эти все витамины то есть вот эти вещества которые здесь содержатся в таком виде эволюционно приспособлен наш организм все это брать из пищи а что такое искусственная таблеточка это уже какое-то кристаллическое вещество которое лишено воды и которое лишено других веществ которые идут в связке и способствуют усвоению и выведению но они пошли по такому пути и думать что наш организм знаете ну как как своего рода какой-то механизм который все это усвоит и я простой пример привожу вот мы берем яблочко кстати в яблочке содержится и витамин c ну конечно не в таком большом количестве и витамин p яблочко танюша съест все усвоится нормально если это яблочко она содержит вот смотри как они считают оно содержит допустим там 100 калорий и если это яблочко мы с вами положим и начинаем запекать печки без доступа воздуха это яблочко обугливается сохраняется значит калорий которые имелись потому что все это знаешь как определяется калориометрическую печь кладется сжигается и измеряется количество калорий так вот вот это яблочко ну допустим мы положили в калорометрическую печку значит превратили его обуглили и она содержит тоже 100 калорий но можем и съесть этот уголь или нет 16 лунные сутки эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику и и действия больше оказывается на душевное качество чем на телесное рекомендуется погружиться в эти ощущения и не делать ничего что их стирает поэтому любые действия вызывающие нарушение эмоционального спокойствия крик раздражение грубое вызывающее поведение громкая музыка и другое должны быть сегодня исключены из физических упражнений и на русской рекомендуется простые спокойные плавное движение спокойная нагрузка пища должна быть вкусно но без специй которые волнуют энергетику и сознание теплые водные процедуры прогревающие и расслабляющие весьма показаны 17 лунные сутки энергетика этих лунных суток способствует плодородию произрастанию накоплению и поэтому ее связывают с жесткой энергией что касается энергетики организма то сегодня активные почки и поясничная область сегодня можно пить почечный чай и промывающие и укрепляющие почки так как день предрасполагает ко всему хорошему что имеется в нашей жизни то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться из вин рекомендуется пить когор который считается символом познания вечности что касается физической активности то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений но это лучше всего наиболее подходит восточные танцы благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч ваше участие